привет дорогие и сегодня мы с вами идем в рубрику мини проповедей и сегодня хочу поговорить насчет уничтожения воли что это значит знаете ли вы что нам бог подарил инструмент который невозможно связать невозможно победить невозможно украсть невозможно кому-то его отдать нам подарена очень уникальная сущность или частица самого бога этого не имеет никто в физическом творении то есть человек это существо которое богом создан иметь внутри себя что-то что чем только он распоряжается заметьте когда когда бог сотворил человека он сделал его по образу и по подобию подобие бога это именно иметь свою волю и действовать так как ты хочешь вот именно поэтому ни у кого из нас не будет отговорок когда мы мы все перед старым перед троном бога и он задаст нам определенные вопросы другими словами нам нужно понять что воля это подарок бога человеку волю невозможно связать знаете ли вы что дьявол трудится день и ночь чтобы именно уничтожить твое желание вставать поймите что люди такие говорят о я поражен такого не существует ты поражен потому что не потому что у тебя тебя поразили а потому что ты больше не хочешь вставать задумайтесь сейчас над этой фразой я долго вас не займу я хочу немножко развернуть эту мысль и дать понимание что людям нужно перестать обманывать себя я помню у меня тоже были удары за ударом будучи еще молодым христианином еще в 90 я помню господи я просто я поражен и дух святой меня тогда еще открыл эту утикальную мысль он говорит ты поражен только тогда когда ты больше не хочешь вставать другими словами ты подарил ты отдал ты позволил кому-то лишить тебя желание вставать поймите ты встать можешь в любую секунду прямо сейчас любой из вас может прямо сейчас встать сделать любое решение изменить свою жизнь прямо сейчас вспомните самсона вспомните самсона когда у него выкололи глаза и увели его рабство и естественно у него было реально подавленное состояние я уверен в этом потому что он был поставлен судьей над народом божьим и он как бы не исполнил свое предназначение он как бы начал но но в принципе проблемы его жизни увели совершенно в другое направление и здесь когда пришло как ты как вам сказать пришел такой просвет в его жизни когда его связали когда естественно его забрали когда доли до его предала выкололи глаза и он молол до жернов вместо быка просто таскал эту этот жернов выколачивая пшеницу и здесь кему приходит такая мысль я больше так не буду можете представить и самсон своей волей принимает решение отомстить филистимлянам отомстить всем этим всем этим людям которые это сделали с ним и можете представить именно он тогда и решает это сделать именно тогда естественного выводили чтобы он там повеселил всех я уверен это было наверное уже годовое развлечение когда его как животное выводили он там развлекал всех и здесь он решил просто поймать можете представить он своей волей решил еще раз и еще раз говорю дорогие вашу волю вот где у нас не будет отговорок нашу волю мою волю никто не может связать ни демоны небес и даже если вспомните гадаринского одержимого легионом демонов и его бесы не могли удержать от того чтобы подойти к иисусу и получить свободу задумайтесь над этим человек одержим легионом через него легион проговорил иди и потом бесы начали умолять его да как бы не выгонять и попросили его выгнать его в сви в свиней то есть вспомните этот момент где даже легион демонов не смог удержать волю человека да он был разбит побит он был полностью захвачен властью демонов но здесь он встает и он принимает решение вспомните младшего сына блудного сына который ушел от отца и можете себе представить он ушел и он там написано было долгое время он там много времени провел он потерял все он он расточил все и здесь он около коры тогда свиного и ему даже и то не давали написано он хотел наполнить свое свой чрево рожками которые кушали свиньи и библия говорит ему даже и этого не давали то есть он был хуже хуже свиньи и получается и здесь он принимает решение он вспоминает я сын и он говорит рабы лучше питаются в доме чем я здесь вообще и он говорит встану пойду попрошу отца прощения своими словами говорю вы историю знаете и он возвращается назад можете представить что это сделала его воля прямо сейчас если у кого-то из вас проблемы усва вы можете это изменить но знаете почему мы с вами игры играем вот почему мы не хотим принимать решение вставать потому что мы знаем что хождение в свободе в святости чего-то нам стоит будет это значит прямо сейчас тебе нужно удалить некоторые вещи своего компьютера да да к тебе обращаюсь некоторые вещи тебе нужно прямо сейчас стереть и заблокировать на своем телефоне этих людей и эти ситуации и эти видео и фотографии удалить. Да-да, с того вот спрятанного тобой на телефоне файла и приложения, вот именно их нужно удалить. Почему? Потому что это будет твоя цена поднятия. Вот где, но понимаете, что нам будет чего-то стоить жить в свободе. О, мы хотим жить в свободе. Знаете, что такое человек проигравший? Это не тот, кто это не у того, у кого ошибки. Это тот, кто больше не хочет вставать. Задумайтесь над этим. Проигравший это не тот, кто спотыкается и делает ошибки, а тот, кто больше не хочет вставать. Вот этого человека реально можно назвать проигравшим. И то, в любой момент, в любую секунду, ты можешь прямо сейчас встать и сказать, я больше так жить не хочу. Я благодарю Бога за мою данную Богом мне волю, я ее возвращаю назад и я этой воле делаю решение. Никакие бесы тебя не свяжут. Ничего. Можете себе представить, нам дана воля, над которой даже Бог не властен. Стоп, задумайся над тем, что я сейчас сказал. Нам дана Богом воля, над которой сам Бог не властен. Он тебе говорит, и ты можешь запросто его не слушать. И ты мне говоришь, что дьявол тебя связал. Не смеши ни себя, ни людей вокруг себя. Никто тебя связать не может. Мы связаны, потому что мы позволили этим вещам нас связывать. Мы не хотим эти цепи свергать, но мы все это можем. Прямо сейчас ты абсолютно это можешь сделать. Итак, у тебя есть сила, у тебя есть возможность, у тебя есть оружие, но отнята воля. Стоп, задумайся. У тебя есть все, у тебя есть сила, у тебя есть возможность. Есть оружие. Прямо сейчас. Каждый из нас, если у тебя тяжелая ситуация, прямо сейчас ты можешь встать. Прямо сейчас ты можешь после этого видео встать на колени и сказать, Бог, я больше так жить не буду, и полностью повернуть свою жизнь на 180 градусов. Абсолютно развернуться. Попросить у Бога прощения и сказать, я больше такого не буду. Почему? Никто тебя не связал. Ты позволил кому-то украсть твою волю, уничтожить твою волю. И все. И заметьте, что дьявол делает. Он знает это. Сатана знает, что ты непобедим. Сатана знает, что тебя взять, связать невозможно. Сатана абсолютно знает, что в тебе есть часть, божество. Это свободная воля, которую Бог подарил всем своим сыновьям и дочерям. И дьявол знает, что все, что ему нужно делать, это держать тебя в состоянии пораженном, чтобы ты даже не вспоминал, что есть такой феномен, как воля, и ты можешь в любой момент встать и свергнуть с себя все. И никакой бесы. Весь ад, включая самому сатану, не сможет тебя удержать ни в какой проблеме. Ни в какой. Вы заметьте, что когда мы с вами хотим что-то сделать, вы заметили такой интересный момент? Когда мы хотим что-то сделать, мы берем и делаем. Нас ничего не может остановить. Единственная личность, которая может тебя остановить, это только ты. Другими словами, никто, единственный, кто дьявол знает, что тебя остановить можешь только ты. Другими словами, забрать, украсть у тебя понимание твоей воли, твоей возможности вставать и просто держать тебя в состоянии пораженном. И ты хочешь встать? Тебе придется воплотить определенную цену. Ты хочешь жить в свободе? Придется воплотить в определенную цену. Ты не можешь больше заигрывать с грехом. Если ты поворачиваешься к Богу на 180%, ты не можешь иметь некоторые вещи в своем рационе, ни в духовном, ни в душевном, ни в физическом. Ты должен удалить вот эти компоненты, которые влекут. Давид говорил, не положу ничего не потребного перед глазами моими. Другими словами, никакой вещи, которая соблазняет меня в грех и соблазняет меня отступить от Бога, эти вещи больше не будут в моей жизни. И вот что значит покаяние. Покаяние это не попросил прощения. Покаяние имеет плод разворота на 180% и полностью я меняю мой маршрут. Понимаете, как Бог видит? Что такое покаялся? Это не тот, который выпил, попросил прощения и завтра опять наливает стакан водки. Это не в этом, это не покаяние. Ты просто попросил прощения. Конечно, Бог тебя прощает, но жизнь не меняется. Жизнь меняется, когда ты своей волей принимаешь решение развернуться на 180 градусов. И ты говоришь, я больше так жить не собираюсь, я больше так жить не хочу. Уничтожаешь все свои заначки. Да-да, у тебя заначки на черный день, который ты там заныкал где-то. Все уничтожить, все повытирать, все поудалить, все полностью удалить все, что тебя привлекает и соблазняет на грех. И развернуться к Богу и сказать, любимый Иисус, я больше так жить не хочу. Поэтому я призываю тебя прямо сейчас. Я не знаю, к кому я обращаюсь. Я знаю, я к кому-то обращаюсь точно. К людям, которые просто говорят, Бог, какой выход? Вот я тебе даю выход. У тебя есть компонент, который Богом вложен в тебя, который никто связать не может. Ни Бог, ни дьявол, ни люди, ни ситуации, ни нехватка денег, ни болезни, ничего. Это связать не может. Связать это можешь только ты сам. Только мы властны над своей волей. Больше никто. Вот почему мы в ответе. Вот почему Бог с нас спросит. Потому что, почему ты не встал? Ну, ты, Господь, понимаешь, меня связали. Нет, тебя никто не связал. Ты мог в любой момент встать. Ты в любой момент мог решить. Библия полна этих ситуаций, где люди принимали решения, и в тот момент изменялась вся их жизнь, и изменялась даже жизнь Израиля. То есть, они просто принимали решение. Я так больше жить не хочу. Вспомните Гедона. Он просто от досюда у него было уже. Он сыт был этими врагами. Бог взял, его употребил. Опять свободная воля человека. Он встал и сделал. Поймите, семья, что Бог именно хочет вот где, он хочет, как тебе сказать, он всегда тебя позовет. Но в конце концов это наше решение. Некоторые люди говорят, ой, это Бог делает. Там всегда есть часть Бога, есть часть человека. Другими словами, чтобы сейчас даже это видео делать. Да, Дух Святой мне дает, что сказать, но я должен это сделать. Поймите. Никто сейчас в меня не заходит и мною не руководит как марионеткой. Другими словами, я использую волю, чтобы сейчас, вот почему Бог будет награждать тебя и меня. Потому что мы, зная все, мы принимаем решение это делать. Я сейчас могу потратить это время где-то на какую-то вещь, но я беру это время, кусочек, и дарю его моей духовной семье, а может быть кому-то, хотя бы одному человеку. Вот это маленькое слово поможет, чтобы встать и выйти из рабства, взять не на... Знаете, вот есть вот эта вот неправильная молитва, Бог, дай мне силы. Какие силы? Встань! Причем тут силы? Тебе просто нужно решение. А как встать? Решить. Я больше так жить и сидеть около этого корыта не буду, смотреть на эти свиные морды больше не буду. Вот это не мое общество, это не моя жизнь, это не то место, где Бог хочет, чтобы я был. Вот и все. Вся сила тебе нужна в решении. Некоторые люди говорят, Бог мне не помогает. Бог не может тебе помочь свыше того, что Он тебе дал. Стоп! Бог не может тебе дать больше, чем ты уже имеешь. Некоторые люди говорят, почему мне Бог не помогает? Я когда-то тоже это Богу вопрос этот задал, будучи молодым, молодым верующим. Я говорю, Господи, где сила? Он говорит, вся сила у тебя. Я говорю, Бог, почему ты мне не помогаешь? Он говорит, я тебе уже все дал. Все, что тебе нужно, это просто встать. Любой из вас прямо сейчас, тебе даже молитва не надо. Тебе ничего не надо. Тебе просто вот здесь в сознании нужно решение. Я так больше жить не собираюсь. Бам! И ты больше так жить не будешь. Все в твоей жизни, абсолютно все, придет в стопроцентовую перемену и трансформацию, потому что ты больше так жить не хочешь и не собираешься. Не надо говорить, я так жить не хочу и продолжать идти к тому же свиному корыту. Это значит, ты никогда не решил и ты просто лжешь самому себе и делаешь вот эти отмазки и отговорки. Нет. Когда человек действительно решил, он решил. И вы знаете, вспомните свои решения жизни. Когда-то вы принимали решения. Я тоже по молодости, будучи еще подростком, молодым парнем, я тоже принимал разные решения. И я как вспоминаю, думаю, господи, так я же, я же тогда просто, просто вставал и делал. Тогда просто принимал решения. Я больше, это больше не часть моей жизни. Бам! И уничтожал эту часть из моей жизни. Просто убирал и все. Это больше не будет. Итак, у тебя есть сила, у тебя есть возможность, у тебя есть оружие, но отнята воля. для дьявола это одно из самых опасных качеств в человеке. Дьявол будет делать все возможное, все, что он может, чтобы лишить тебя твоей волей, чтобы ты никогда не пользовался твоей волей, чтобы ты никогда даже не подумал, что твоя воля это именно сила Богом данная тебе, данная каждому человеку от рождения. Все, что нужно, знаешь, как активируется воля? Решением. Я принимаю решение, активирую мою волю и больше ничего меня остановить не может. И даже когда в тебе заканчиваются все силы, заканчивается терпение, ты все равно можешь сказать, я победитель и никто не сможет это у меня забрать. И в 558 раз опять встать и сказать, я так больше жить не буду, я принимаю решение меняться. Вставать и вставать и вставать. Просить у Бога прощения, просить у Него возможности войти, вернуться назад, но все, что тебя поднимает и поворачивает, это именно твоя Богом данная воля. Верни на закр украденную дьяволом волю, который тебе подарил Бог. У тебя есть что-то, что сатана никогда не в силе отнять. Никогда. Это твоя Богом данная воля. У тебя могут отнять части тела, деньги, семью, но никто никогда не отнимет ни у тебя, ни у меня Богом данной воли. У тебя может быть поражение в жизни, но воля это как раз то, что поднимет тебя с колен. Ты должен точно знать, что такое ошибка, поступок, грех или что такое сломанная воля. Еще раз, мы должны четко в своем сознании знать, что такое ошибка, что такое проступок, что такое грех и что такое сломанная воля. Ошибка, проступок, грех, это вообще ты просто попросил Бога прощения и встал, но сломанная воля тебя держит сейчас не грех, тебя держит сломанная воля. Тебя не держит сейчас ошибка или проступок, тебя держит дьяволом уничтоженная воля, чтобы ты даже не имел доступ к той воле, которая тебя и поднимет. Тренируй свою волю. Ее остановить можешь только ты. В жизни каждого человека придет момент, когда ты просто не захочешь подниматься после очередного падения. Я помню этот момент. Меня бьют и бьют и бьют, а Бог проводит нас. Он допускает это, чтобы мы тренировали нашу волю. Почему Бог это допускает? Чтобы ты тренировал свою волю, чтобы ты научился подниматься, чтобы ты научился стоять, чтобы ты научился дьяволу просто смеяться в лицо и говори дьяволу, ничего ты со мной не сделаешь. И он ничего с тобой не сделает. Это не гордость, это не какое-то самохвальство и какое-то, знаете, превозношение себя. Нет, дьявол, ты со мной ничего не сделаешь. Ошибку я допущу, но я все равно встану и буду рушить твое царство, и буду строить царство Бога. Мне абсолютно все равно. Ты меня ударишь сейчас, а я дважды тебя ударю назад. То есть семья, вот это воля. Ее невозможно связать. Воля не вычерпывается. У тебя нет лимита воли. У тебя абсолютная воля насчет всего. Ты как можешь сказать Богу нет, дьяволу да, ровно так ты сегодня можешь встать и сказать дьяволу нет, а Богу да. И вот это, дорогие мои, свободная воля. Насколько ты сильно хочешь увидеть свою мечту. И вот это именно в твою мечту, в призвание, откровение, которое Бог тебе показал и открыл, тебя введет туда именно твоя воля, которую Бог благословляет. Он дает тебе силу, да? Вот почему говорят, да, сила есть, воля есть, а сила воли нет. Вот поэтому нужна сила воли, да? Если ты победил войну внутри с самим собой, ты настоящий победитель. Семья, что такое победить? Это именно вот этот ключ. Я победил себя. Что это значит? Это значит, что я руководим волей, которую папа подарил мне, и дьявол ничего со мной не сможет сделать. Ты будешь как вот это, помните, в Советском Союзе неваляшки были. Что бы ты с этой неваляшкой не делал? Она не валяется. Она просто встает назад и все. Поэтому будь святой неваляшкой. Хорошо, дорогие, благословения всем. Увидимся в следующий раз. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова